Добрый вечер, я Валерия Каурова в программе «Детали Красноярска» в ней очередной день советов. Сегодня всем пришлось совершить маленький, но подвиг. В качестве компенсации за трудовую субботу в следующие полчаса говорим о путешествиях и ожидании отпуска. Беседуем с певцом-дельфином в миру Андреем Лысиковым. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, а у вас отпуск бывает? Да, бывает. И чаще время отпуска в моей ситуации приходится на зиму. Почему? Потому что зимой очень тяжело. Я не очень люблю зимнее время года и всячески пытаюсь его сократить возможными способами. И поэтому, если у меня возникает возможность, или я ее сам себе создаю, то я стараюсь уехать куда-нибудь в жаркие страны. Где вы провели эту зиму? Этой зимой мы неоднократно ездили в это время года в Индию. Эта страна нам очень понравилась. Я туда постоянно возвращаюсь. А этой зимой мы решили попробовать пересечь океан и отправились в Южную Америку, в Бразилию. Что больше всего поразило вас в Бразилии? Вот из того, что вы увидели? Пожалуй, самым поразительным, на мой взгляд, был город Рио-де-Жанейро. Там все в белых брюках ходят? Новый год. Когда справляется Новый год, то все выходят на пляж и все в белом. Это очень красиво. Не знаю, миллион, наверное, человек. На пляже пока Кабана и Панема. Все в белом. Очень эффектно. Андрей, скажите, а у вас есть какой-нибудь чемодан, либо сундук, рюкзак, я не знаю, который вы откуда-то с антресолей достаете, и оттуда воспоминания, ассоциации? Поскольку мы достаточно часто путешествуем, то чемоданы у нас служат достаточно недолго, потому что всегда находятся в процессе эксплуатации. Что входит в ваш дорожный набор? С чем вы путешествуете? Что обязательно должно быть, чтобы вы комфортно себя чувствовали на новом месте? Если я еду в Индию, то я не беру с собой ничего. Потому что мне проще все это купить сразу же по приезду, потому что это стоит там очень дешево и гораздо тяжелее все это тащить. Ну вот что-то вот родное такое, вот частичку там родины, частичку себя. Вы знаете, я... Не сентиментален, я так поняла. Да, и тащить с собой в Индию, скажем, то, от чего бежишь, не очень хочется. Поняла вас. О вашем творческом багаже по нашей просьбе размышляли красноярцы. Отчет в рубрике подсмотрели. Такие исполнители, как правило, пользуются спросом сильным тогда, когда появляется их новый альбом. А все остальное время они пользуются очень стабильным интересом своих поклонников. Хожу на концерты, потому что бешеный энергетик, потому что куча народу, все молодые и веселые. И человек такой, что приятно посмотреть на него. Есть некоторые вещи, как бы действительно получается, что у него весьма симпатичные, что даже по-человечески становится его так жаль, что он сам признавался как-то, что рэп читает, потому что петь не умеет. Послушаешь пол-альбома, а потом хочется выключить его и просто постоять так, подумать или полежать, подумать. Ну, в принципе, очень много философии жизненной. Ваши комментарии того, что вы увидели. Вам нравится, как вас воспринимают поклонники? Ну, в общем, это неплохо. Просто я заметила, что вы засмеялись над какой-то фразой. Да нет, вообще, в принципе, очень приятно и большое спасибо тем людям, которые проявляют внимание к тому, что я делаю. Потому что, наверное, если бы не было таких людей, то я бы не состоялся бы как творческая личность. Я думаю, вы лукавили. Ну, вы сейчас о том, как вы состоялись как творчество. Нет, ну, почему лукавили? Мы же все... В смысле, что спрос рождает предложение, вы хотите сказать? Нет, я думаю, что популярность любого артиста строится за счет его поклонников. Если у него их нет, то... Вы бы все равно были самим собой, просто не таким популярным. Так вот, я хочу немножко о вашей биографии поговорить. Вы стали популярны с «Мальчишником», потом на некоторое время исчезли, потом новый яркий всплеск. Как это все было? Это было очень здорово. Но вы же уже в другом образе вышли. Ну, я думаю, что всему свое время. И то, что мы делали в группе «Мальчишник», этому тоже было свое время. Я думаю, что мне очень сильно повезло, что я так энергично, весело и на глазах у многих людей провел свою юность. Пришло время меняться, и я старался следить за собственными изменениями и меняться вместе с тем, что происходит вокруг. Андрей, скажите, вот даже, ну вот прямо скажем, ненормативная лексика, дождь, смерть, вот это же ваше творчество? Что-то светлое, что-то светлое вы видите в окружающем мире? Вы знаете, каждый из слушателей, он видит в том, что я делаю, именно то, что хочет видеть. Кто-то хочет видеть в том, что я делаю ненормативную лексику, хотя я давно ее уже не употребляю. Кто-то хочет видеть смерть. Это неплохо, но это помимо смерти много есть еще хороших вещей. А вот вы нам и расскажите о них, вот про себя, про ваше видение. Вот, например, последнюю пластинку, которую мы записали, которая называется «Звезда», несмотря на свою, может быть, несколько меланхоличную подачу, но, как знаете, есть выражение «в каждом рисунке солнца». Вот, на мой взгляд, там в каждой песне солнце. Но мне сложно, и я даже не хочу этого делать, объяснять людям, почему я так думаю. И если они воспринимают то, что я делаю как-то тяжело, может быть, в силу каких-то собственных причин или переживаний, то я даже не буду им в этом мешать. Нет, ну, наверное, и не воспринимают. То есть, правильно вы сказали, каждый воспринимает как может. Скажите, а дочь, наверное, вот наши дети, это самое светлое, что есть у нас. Чем она вас радовала за последнее время? Вот какой-нибудь такой эпизод. Она, в принципе, меня радует своим существованием, и это уже для меня очень много. Она, как и папа, философ? Или вообще все, наверное, дети философы? Наверное, да, может быть. Но точно я вам не могу ответить на этот вопрос. Андрей, а вам тяжело ждать вашего отпуска? Или вы вообще человек творческий, в свободном полете захотели и устроили себе отпуск? В общем, при большом желании, конечно, можно все отодвинуть и полететь туда, куда ты захочешь. Для меня, наверное, все-таки важнее сначала сделать то, что я хочу сделать, и уже с чистой совестью спокойно отдыхать. Ну, как часто вы себе позволяете отдыхать? Или вот просто каждую зиму, то есть три сезона вы работаете, зиму отдыхаете? В основном, да, стараюсь делать это зимой, потому что это наиболее приемлемое для меня время года. Скажите, вот у нас сегодня в деталях день советов. Вы как человек, которому творческой личности любой же знаком, взлет и падение, причем я имею в виду даже не карьерный, а эмоциональный. Вот вы можете дать какой-то свой совет, как вставать с колен? Просто продолжать делать то, что ты делаешь, делать это в сотый раз, и делать это в тысячный раз, понимая, что ты не сделал это так, как ты хочешь, или не сделал чего-то нового, ну, или, в общем, не добился своей цели. Так как у нас сегодня чемоданное настроение, у меня к вам вопрос такой тривиальный, очень, в общем, популярный. Есть ли такая вещь, которую вы взяли с собой, положили в чемодан на необитаемый остров? Какую-нибудь гитару, наверное, я бы взял, потому что я думаю, что с прошествием времени, даже если бы я ее не взял сразу, то я бы ее, наверное, сделал. Но она бы не очень хорошо играла, а так можно взять. А читать? Если ты возьмешь с собой одну и ту же книгу, то вряд ли будешь ее перечитывать много раз. В конечном итоге она заполнит твое сознание, ты будешь знать ее наизусть, и, наверное, в голове кроме этого ничего не останется. И вопрос к вам от поклонников. Здравствуйте, меня зовут Наташа. У вас довольно морской псевдоним. А есть ли у вас жизни истории, которые как-нибудь связаны с водой? Например, тонули ли вы когда-нибудь? Очень хорошо. Да. Ну, побалуйте уже нас напоследок чем-нибудь веселеньким. Ну, это не очень веселая история. Купаясь в воде, я не знал, что там яма находится. Мой папа не дал этому произойти. Ну, знаете, когда тонут дети, это на самом деле не весело. Просто я думала, может быть, вы что-нибудь нам об Индийском океане расскажете. Об Индийском океане сложно что-либо рассказать. Я вам просто всем советую туда съездить и посмотреть, что там происходит. Очень много людей, которые туда приезжают. Некоторые не видят, а некоторые видят. И те, кто видят, тем везет, а они ездят туда очень много раз. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию и пообщались с нами. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.